Всем приветики! Затянула я с влогом про один месяц жизни в Басенже. Вот он, смотрите, какой уже большой. Привет, я тебе говорю, поздороваюсь. Протяю, что-то влог снимает. Ему уже недавно исполнилось полгода. Вот. Так что что? Ну, лучше поздно, чем никогда, правильно? Поэтому давайте я предлагаю вам вернуться в январь месяц и посмотреть, как всё начиналось. В общем, будет не скучно. Готовьте попкорн и всё такое. Приятного просмотра. Так, ну что, возможно, сегодня мы поедем забирать фьюга. Я уже ему приготовила местечко. Тут у нас пледик. Мы в нем пойдем такая лежаночка. Я думаю, что она будет побольше, но как будто бы она только-только ему канатик и вот такую первую игрушечку с ушалочками и совсем этим. Конечно же, потом уже сюда купим. Это так, на первые денечки. Я не так переживаю вообще. Ну что, попытка номер два. Вчера мы не забрали щенка. Сказали забрать сегодня, поэтому лежит один. Вот. Мы его заберем в нужное время, но на активировку уже проведем попозже, потому что там какой-то человек, который делает активировку в этом медицинском центре. Он заболел, уходом была корона. И поэтому на две недели это отклад отсложится. Поэтому он пока будет у нас, чтобы время даром не терять, так сказать. Чтобы лишний день не находился в чужой семье. Вот. Так что сегодня вечером я приезжаю домой. Я уже там. Блин, диска цыла. Сейчас идем. Леш рассказывает мне свои первые впечатления о собачке. Какие у тебя? Она много, очень сытая. А покажи, как он стоял. Ну что ж. Ой, все, все придумал. Вот иди, скажите. Мой влог. Все, лештый, открыли. А где? А, он там? В комнате? Так, ладно, я сейчас прервусь. Иди ко мне, мой маленький. Кто там? Кто там? Хьюга, Санчик. Такой крошечный. Привет. Привет, мой мальчик. Мой мальчик. Он такой маленький. Казалось, такой большой. Даже сейчас заплатим. Сними, пожалуйста. Привет, мой мальчик. Привет. 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 Вот за год семейной жизни она ни разу так не радовалась, когда я приходил. Ой, кто меня танцевает, мушка? А, ну это пахнет, как это лошадь. Это так и должно быть. Привет, мой мальчик. Да, да. Скажи, кто это? Хвостиком за своим окляешься. Да, да. Кто это? Кто это? Кто это? Это Хьюга? Это Хьюга? Ты ли это Хьюга? Скажи, я? Я? Что мы проснулись? Сегодня ночь была... Ох, ты что? Ты же плевать в вас. Сегодня ночь была очень тяжелая. Хьюга. Это какой-то ужас. В общем, сегодня он полночи надавал спать. Все там ходил. Да? Да? Ну, я поняла, что он очень хочет кушать, потому что он сейчас уже очень сильно животик у него ручит. Иди, в комфорте так. Видите, такой красивый. Такой он красивый вообще, ребята. Девочки. Так, Эдди. Смотрите, какую кофточку нам сразу подарили. Знакомиться, знакомиться. Хьюга, давай, иди. Давай, давай, давай. Знакомство. Ой, ты, извини. А Леся, кстати, нам нужно было бы... ...найки, наверное, забыть. Всем привет. Пока появилось времечко записать. В принципе, так нам живется вот с... ...вот этим вот молодым человеком. Какие трудности вообще. Ну, вот вы видите, в чем трудность, да, уже? Он начался открывать этот шкаф. Пришлось поставить. А тебе, да, говорю. А тебе? А тебе? Сразу прибежал. Ай, больно. А, вот. Короче, что хочу сказать. Что он очень... ...очень любит внимание. Вот. По ночам мы сейчас просыпаемся где-то раза три, точно. Он будет нас, пытается залезть на кровать, скулит. Вот это все беготня вокруг кровати, сюда-сюда, туда-сюда. Леша, конечно, его не слышит, потому что он глубоко спит. А я слышу все, от этого просыпаюсь. Если на него не обращать внимание, он начнет грызть все, что только можно. Вот, грыз вчера шкаф. Грыз вчера... Что еще? Короче, в эту лампу. Вот, вы видите, уже... Шторы тоже уже подняты. Вот. Что хочу сказать. Очень тяжело. Как прям с ребенком надо сидеть. Потому что очень маленький возраст. 45 дней. Нам его отдали. Вот всех собак забирают к этому. Уже вторая прививка. А мы будем вот не скоро делать первую прививку. Когда ему будет 2 месяца, надо будет... Ой, 3 месяца, 4-2. Уже уже будет вторая прививка. И можно будет потом через 2 недели гулять. В общем, я надеюсь, что он пока еще только адаптируется. Поэтому у него такое поведение. Надеюсь, что потом будет лучше. Так-то он... С ним можно как-то договориться. Но он когда в игре, он очень плохо воспринимает твои какие-то указания, твои просьбы. Он прям весь такой возбужденный. Как-то так. Это краска, если что. Блин, он напитал на бумагу. Так, ну что, мы сегодня будем стричь Хьюга когти. Когти-рез лакомство, когда он даст нам посричь одну лакомство. Я уж уже почитал. Хьюга готов. Ты готов? Хьюга, ты готов. Он всегда готов. В общем, приступаем. Все хорошо, Маша. Все хорошо, Маша. Все хорошо. Ты молодец. 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 Держи. Так. Давай он будет грызть, а ты будешь ему это. Хьюга. Хьюга, разве так можно? Что он сделал? Я тебя спрашиваю. Вот это что такое? Хьюга. 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 Пеленки чистые. Для кого? Для кого? Я тебя спрашиваю. Чтобы вы понимали, время полдвенадцатого ночи. Я опять закидываю стирку, потому что Хьюга поссал. В очередной раз на кровать. Зассал подушку мою. На матрасник. Просто я не понимаю, что это за ядерное пятно. Там же получается моя намылочка и этот. Все это он сделал буквально, я не знаю, сколько времени прошло, потому что я пошла мыться. Олеша пошел курить. А вот тебе, пожалуйста. Если честно, мои нервы уже напрятели. Я уже не знаю, что делать. За сегодня он насрал на кровать и нассал. Хьюга скоро первая прогулка будет. Ну, как скоро? Чуть больше трех недель осталось. Там у нас сверечка. Вот это, конечно, она уже маленькая. Оресь, она ему прям вообще тык впритык. Очень сильно натягивает. Думаю, что если поверх кондизончик одевать, то вообще никак. Там тоже такой один кондизончик. Зато там свитерок. И вот он. Кто там красивый у меня в жилеточке? Кто это? Хьюга? А какая у тебя жилеточка-то красивая? Хьюга? Какой ты красивый! Ну, что ты падаешь? Вот, кстати, он меня отгрыз носок, только одела. Да? Тоже такая немножко большеватая. Скорее всего, с том красинком пойдем. Всем привет! Уже скоро месяц, как Хьюга живет у нас. Что я хочу сказать, что за последнюю неделю он очень поменялся, стал намного послушнее. Вот после тех, как бы, тех конфузных дней, когда вот он, получается, три раза сзади нагадил на кровать, то все, с того дня ничего больше такого не происходило. Я считаю, это успех, это достижение. Вот. Он уже теперь понимает, что, например, что-то нельзя крыть, что-то делать. То есть ему там говоришь, что нельзя, нельзя. Почему он понимает? Там уже там отходит, там занимается дальше своими делами. Вот там зайчику мою лежит в кроватке у себя. Да, сладенький про тебя говорю. Вот. Новая перегородка. Кстати, потом покажу ее. Я ее уже сегодня сломала, потому что я маленькая и неуклюжая. Но ничего, мы починим. Так что... Вот. Кто такой чистенький теперь? Кто у нас накопанный? Да, скажи. Так хорошо стоял. Так хорошо стоял. Ну, это же не очень хорошо. Так, все, я иду помогать. Короче, приехала такая домой и такая спрашивала, ну что, Леша, как он тебя вел? Леша говорит, замечательно, ничего не грыз. Ничего не грыз, да? Ничего не грыз, ничего не грыз, ничего, ничего не грыз. Да? Юга, мячик, на. Ну, не бойся, катай его. Ты чего? Ты чего за меня прячешься? Ну, пойдем вместе. Ну? Смотри, видишь, я трогаю. Юга. Ну, чего ты боишься? Ну, не бойся, не бойся. Не бойся. Молодец. Молодец, взял мячик. Молодец, молодец. Держи. Умничка. Большой, наверное, для немножечко еще. Молодец, несешь мне. Пупочка моя любимая. Молодец. 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 Что? Что? Как только камеру увидишь, все? Продолжай свой концерт. Нельзя. Слышите, да? Камера увидит, все. Уходит сразу панька. Как будто бы этого не было. Я все слышу. Хьюга! Ты что, думаешь, я не... Хьюга, перестань есть ковер. Прекращай. Посмотрите, просто ангел. Ангельские глаза. Я знаю, что ты притворяешься. И все слышали, как ты бегал? Носился? И все такое. Ну что, первый день прогулки настал. Хьюга, у нас уже готов. Камбезик в нем, шлейка. Все, ждем Лешу и выходим. Блин, я так волнуюсь. Какой ты у меня красивый. Какой красивый. Уже камбезик вообще мал. Ну, на первый раз и хватит. Потом уже тепло станет. Первая прогулка началась. Первая собака. Ну что, все не так радостно, как хотелось бы. Что-то он боится, стопорится. Собаку увидел, завизжал. Вот, там что-то, короче, не знаю. Посмотрим, как будет. Погода вроде ничего, но он как будто бы замерзает, что-ли, весь трясется. Там девчонка. Вон они. Пока вроде бы уже хорошо гуляет. Да? Помните, видео снимала с жилеточкой? Длинненькой. Смотрите, какая одна ему уже. Тыка-тыка, только за этого. Пойдем-пойдем. Пойдем-пойдем. Давай-давай-давай. Заходи. Заходи. Молодец. Сейчас едем к ветеринару, потому что кое-кто съел наушники и блюет. Сейчас поедем. Я уже пошел в машину. Отгоните. Опять что-то жрет. Хьюго. Ты что же ешь? Выплюй. Ну, короче, ладно, сейчас тебя будут живую промывать, так что жри. В общем, что я хотела сказать. Съездили мы в поликлинику. В поликлинику съездили вот с этим вот человеком большим. Значит, оказалось, что? Что мы его? Что сделали, Леша? Перекормили. У него что-то там какие-то запорчики в желудке. И сделали ему уколчик. Едет сейчас, разговаривает. В общем, посадили на диету. Будем лечиться, как она там написала, чётенька. Чётенька. Мы в политохе, да? Доктор, вот разговаривает. Уколчик сделали в попку. Так было больно. Да, ну так я, да. Я так держался. Так, молодец. Ну, в общем, как-то так. В общем, не перекармите своих животных, а то будете ездить, сделать уколы. Кстати, вот так вот такие звуки издаёт, если что. Вот. Кстати, хотела показать, как выглядят у нас виски. Вот видите, это авторское, так сказать, дизайнерское решение от Хьюга. Вот он их поест, вот так вот погрызёт. Вот. Ну, заодно авторское решение угла на кухне. Одного. Второго. Ой, ну давайте я вам ещё покажу дизайнерское решение в коридоре. Вот здесь вот, пожалуйста, вот. Чем вам не красота? Ну, и вот тут. Ну, и здесь тоже немножечко. А также просто... Ой, извиняюсь. Просто великолепный угол в комнате, да? И как выглядит лежанка. Спустя два тяжёлых месяца. Вот у кого жизнь нелёгкая, так это у неё, понимаете? Так что вот так. А, ну, ещё вот про мебель забыла немножко. Как-то так. В общем, ремонт заново будем продолжать делать. У нас опять стирка года. Я вот всё опять стирала. А всё почему? Потому что у нас вчера хлюка на саун, на кровать. Это было просто великолепно. Прям под ночь. Вот. А вот. О! Я потягиваю, да. Угу. 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 А вот, значит, на саун там смачную такую лужу. Пробежался ещё всё по всей кровати, вот это вот не останавливаясь. Это, конечно, была жесть. Но он уже всё понял, наверное, я думаю, так всю ночь спал. Себя под утро, конечно же, всё равно пришёл к нам. Вот. Для чего я это вообще всё решила снять? Потому что я уже понимаю, что нужно вообще снимать и заканчивать этот блог. Потому что я уже не понимаю. Мне кажется, что-то я не сняла, сняла, не сняла. Интересно, неинтересно. Как будто бы ещё что-то надо, какую-то информацию. Я просто понимаю, что нескончаемый будет поток вообще всего этого. И думаю, что там уже, в принципе, понятно, какая это порода. Что он из себя представляет, какие беды может натворить. И вообще, что нужно быть психически нормальным, равновешенным человеком. Вот. Что я стараюсь делать, конечно же. Вот. Есть свои сложности в воспитании породы щенка Басэнджи. Но я надеюсь, что мы все справитесь. Думаю, если вы с тебе тоже захотели завести этого щенка, вы тоже справитесь. И самое главное, просто подходить к этому ответственно. Вот. Уже снимать уже что-либо я уже не буду. Я думаю, что мы ещё всё приучаемся к туалету на улице. Всё равно какая-то пелёнка у нас лежит дома. Он на неё, конечно же, ходит и ночью, и там под утро, и в течение дня. Потому что мы гуляем с ним два раза в день. Вот. Где-то по часу. Вот. Он там уже какие-то там свои делишки тоже делает. Играется. Наслаждается. Я хочу сказать, что когда тепло, ему прогулка больше нравится, чем когда это было холодно. Потому что когда было холодно, он вообще не хотел уходить на улицу. Потому что ветер дул, и вроде как безумный оттепаешь. Ну, короче, вот не знаю. Вот. Как-то так. Что я хочу сказать в завершении. Надеюсь, вам понравилось. Я, конечно же, не супер-блогер. Я только учусь. Вот. Поэтому не судите строго. Ставьте свои лайки, комментарии. И по поводу породы какие-то вопросы задавайте, если вам интересно. Я, конечно же, на них отвечу. С высоты своего какого-то опыта. Небольшого. Такой маленького опыта воспитания на собаке. Вот. Всем хорошего дня. Вечера. Не знаю, когда вы там смотрите. Или ночью, может быть, этот блог. В общем, увидимся еще в каких-то других блогах. Я думаю, что я еще буду снимать. Ну, про фигу уже точно не буду снимать. Я думаю, уже как-то не особо не интересно. Но в каких-то моих блогах он будет появляться. В общем, всем до свидания. Нет, все-таки есть еще немножечко того, что я хотела вам показать. Посмотрите, как мой спин. К сожалению, от этого уже не отучить. Вот. Все-таки продолжите в просмотр. Помните, как мы первый раз стригли когти? Как стрижет когти Леша сейчас? Просто сидит. Ой, кто же просто сидит. О, у них глюкчик. Чик-чик-чик-чик-чик. Задний фон. Софин последствия вчерашнего проступка. Да? Все. 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 Это что такое? Нельзя. Больше. Хюга. Ты что делаешь? Царапаешься? Сидеть. Сидеть. Все, я дала тебе кусочек. Я тебе дала кусочек. Еще хочу сказать вам про одну особенность. Что сколько бы игрушек не лежало, самой лучшей игрушкой будут носки, пластиковые бутылки, всякие втулки от туалетной бумаги или бумажных полотенец. Вот лежат игрушки. Вот все. Леша тоже уже отдал ему носки, чтобы он просто с ними игрался. Вообще. Собачья тусовка. Юга, аккуратно. Все смешалось. Кони, люди. Жора, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты молодец. Посмотрите, кожечек маленький. Давай, видите, высечку. Ну что, мы сейчас у нас уже июль. Через пару дней по югу полгода. Мы решили вывезти его на площадку для собак. Идем сейчас очень далеко, конечно. Там близокая площадка почти на Приморской. Мы живем на 26-й рине. Вот. Ну ничего. Взяли тачку. Сейчас доедем. Попробуем его немножко потренировать. Может быть, что-нибудь даже и сделаем тут. Что такое? Что такое? Так, ну что, площадка выглядит вот так. Значит, вот такой большой барьер. Тут вот поменьше барьер. И там поменьше барьер. Такая лесенка. И лесенка с барьером. Больше как бы никаких нету. Ну ничего. Начнем вот с этого самого элементарного. Так, все, что обнюхайся здесь и будем пробовать. Давай. Сидит. Сидит. Лежай. 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 Молодец. Юга. Сидит. Сидит. Дай вам. Дай другую. Молодец. Давай. Пойдем. Иди. Идем. 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 Молодец. Так, ну что, по поводу этой площадки. Что хочу сказать. Там, в общем, больше, наверное, на, первая площадка больше на больших стабах. Крупные, там такие барьеры. В общем, для него это как бы такое, тяжеловато, наверное. А вторая площадка будет для таких маленьких, наверное. Вот, не знаю пока. У него только получилось, получается, вот то, что мы показали. Качели он один раз сделал, и потом испугался, и уже как бы не делает. Понимаешь, что-то такое себе. Вот, ну ничего, будем искать еще другие площадки, более современные, потому что это старый дом. И здесь все такие вот советские стоят установки. Вот. Более, я думаю, что у каких-то новых ЖК, какие-то более другие площадки, более современные. Вот что ли. Вот такой вид. Там видно, нет? Да. Ну, в общем, так. Выключаемся.